Добрый день! Сегодня я бы хотела поделиться с вами обзорчиком на очередной выпуск журнала великобританского Coloring Heaven. Автор этой раскраски художница с ником Durian Addict. Я, честно говоря, раньше до этого выпуска журнала не сталкивалась с ее работами. Насколько я знаю, насколько я гуглила, у нее пока только одна раскраска вышла, которая называется Trippy Girls, если я не ошибаюсь. Также читала интервью с ней. Начну, наверное, показывать эту раскрасочку и буду потихонечку рассказывать то интересненькое, что я прочитала об этой художнице. Как всегда, у журнала Coloring Heaven картонная обложечка, которую можно раскрасить. То есть она такая шероховатая, на нее очень хорошо ложатся художественные материалы. Можно раскрасить под свой вкус, как угодно. И здесь представлено 8 эксклюзивных иллюстраций, которых не было в ее раскраске. Как всегда, здесь можно сделать выкраску, если это необходимо. И начинаются сразу иллюстрации. Здесь вот сразу пошли эксклюзивные работы первым делом. Очень мне нравятся такие вот иллюстрации. Они такие действительно немножечко сюрреалистичные. Очень красивые. Жаль, что нету названия для них в этот раз. Но, тем не менее, можно выдумать очень много интересных историй и аллегорий, которые будут помогать в раскрашивании. Я очень люблю это делать. Или находить какую-то песню, которая соответствует настроению иллюстрации. То есть я очень люблю привязывать иллюстрации к чему-нибудь. Вот такая вот минималистичная. Вот, по поводу художницы. Я нашла с ней интервью, где она говорила о том, что вообще она финская художница. Но сейчас она переехала в США к своему мужу. Вот. И как бы после того, как она, собственно, переехала в США, многое в ее жизни изменилось. Кстати, вот эти вот кристаллики, здесь они будут встречаться по ходу книги несколько раз. И, честно говоря, мне кажется, что это немножечко проштрафились. Здесь и сама художница, и те, кто занимаются выпуском этого журнальчика. Потому что, ну, это не дело, честно говоря. Такие... В такую книгу вставляют такие иллюстрации. И ладно, если бы она была одна, это было бы еще прикольно, как по мне. Но они будут дальше встречаться. Такие же кристаллики, причем практически идентичные. И это то, что меня расстроило на самом деле. Такие повторяющиеся вот кристаллики. Так вот. И, в общем, я почитала про эту художницу, про то, что она говорила, что очень многое в ее жизни изменилось благодаря переезду. И прям почувствовала себя в чем-то схожей с ней. Посмотрите, вот опять. Они же. Почувствовала себя прям такую... Родственную душу в ней, скажем так, почувствовала. Потому что, как бы, я тоже после переезда очень многое поменялось в моей жизни. В том числе и мировоззрение. Очень сильно поменялось. И прям я немножечко по-другому взглянула на эти иллюстрации. Или вот это. Вот очень странная такая иллюстрация. Вообще ни о чем, как по мне. Нравится мне, как она рисует вот этих вот девушек трехглазых и со змеями. Вообще люблю какую-то вот такую вот метафоричную сюрреалистичность в раскрасках. Она мне очень нравится. Прям фантазия может разгуляться. Ну вот это вот тоже, она как бы минималистичная вроде бы, да? Но вот эта вот иллюстрация мне нравится, потому что в ней есть какой-то смысл. Потому что там были только кристаллики и особо больше ничего и не было. Даже не знаю, чем я их буду раскрашивать. Может, я их раскрашу просто фломастерами чисто для того, чтобы они были заполненными. Посмотрим. Или как-то фон просто красиво сделаю. Вот смотрите, у девушки тут зрачки в виде сердечек. Насколько я знаю, вот этот журнальчик, он отправляется по миру. Единственное, что, насколько я читала на их сайте, если заказывать, например, в Россию, то доставка будет занимать где-то недели три. Мне не дошла раскраска ровно за неделю. Бумага здесь, я не знаю, как бы, что это за бумага. Она вроде бы не плотная, но мне настолько нравится, как на нее ложатся материалы, причем все. Ну, то есть, и даже водяные материалы, они, как бы, бумагу-то корежат на самом деле, но при этом они очень хорошо смешиваются друг с другом. Они там, бумага, это не так, чтобы прям мгновенно впитывает материал. Это, знаете, это Sailor Moon. Кто смотрел в детстве этот мультик? Я его обожала просто. Мы с подружками постоянно играли в Sailor Moon. Мне нравилось играть этих котиков. Помните, у них там котики были? Я играла котиков, и я еще была девушкой, как ее звали, Венера. В общем, у нее была, ее планетой была Венера, но я не помню, как ее звали. Опять эти кристаллики. Конечно, я действительно в восторге от этого журнала, и мне так нравится идея, что вот собирать иллюстрации каких-то авторов в одно место, делать из них раскраску. Кстати, здесь контур, он такой даже серенький, он даже не полностью черный. Это что-то морское, вон рыбки плавают. Я с нетерпением жду каждый месяц выхода этого журнала, чтобы что-нибудь себе сразу же заказать, если мне приглянется. Очень хочу, чтобы они сделали выпуск с раскрасками... Боже мой... Beauty of Horror называются эти раскраски, я не помню автора, к сожалению. Просто у него вышло, опять-таки, несколько раскрасок с такими ужастиками, с Гулианой, вот эта там девочка Гулиана, вот это вот все. В общем, я как бы не знаю, какую из этих книг мне приобрести, мне всегда очень сложно выбрать, но если бы Coloring Heaven взял, договорился с этим автором, по-моему, его зовут Аллан, о фамилии я его не помню, к сожалению. Вот если бы Coloring Heaven договорился с этим автором, если бы они сделали совместный выпуск, это было бы просто потрясающе. Я бы заказала, наверное, в тот же день, как они бы объявили о выпуске. Вот это очень классное. Такие иллюстрации, они немножечко, конечно, пугающие, но при этом такие завораживающие. Я такое очень люблю. Вот, это тоже такая вроде бы минималистичная, но она, есть в ней что-то, тем не менее, такой вот, какой-то смысл, какая-то метафора, что ли. И вот последнее. Смотрите, треугольники с губами. Очень интересно. Так, ну и здесь они нам предлагают подписку на журнал, но эта подписка работает только для жителей Великобритании. И вот такая вот иллюстрация в самом конце. Вот такая вот раскрасочка. Надеюсь, вам было интересно даже просто посмотреть обзорчик, даже если вы не собираетесь заказывать эту раскраску, даже если она не в вашем вкусе. По-моему, все равно было интересно посмотреть на работы, потому что они очень интересные и красивые. А на этом все. Спасибо вам большое за внимание. Хорошего вам дня и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok